Десять лет назад не было ни Riot, ни League of Legends. Когда мы оглядываемся назад, у нас крышу сносит от того, чего достигло сообщество. Сколько всего было создано. В эпоху одиночных игр, когда все покупали игры в магазинах, мы с Марком нашли новую нишу. Мы чуть ли не первыми входили во многие сообщества сетевых игр, например, Dragon Realms — это Brandon, или Ultima Online и EverQuest, в моем случае. Брэндон попал в топ-100 игроков StarCraft. Нам жутко нравилось крутиться в игровых сообществах, играть на высоком уровне, погружаться в этот процесс. Мы решили создать компанию, в которой игроки будут важнее всего. На пути к тому, что мы имеем сейчас, нам бывало жутковато, особенно поначалу, например, когда у тебя появляется команда, ты вдруг осознаешь, что отвечаешь за благополучие твоих людей и все такое, что нужно выполнять план, чтобы заплатить им. А мы правда сделаем стоящую игру? Знаете, в самом начале, на стадии беты, в сообществе была всего пара сотен человек. Из них 30-40 действительно играли. Мы регулярно видели одни и те же имена. И я постоянно спрашивал себя, что их привлекает. А вдруг их терпение лопнет? В игре же столько ошибок. У нас было столько дел. Нам еще столько предстояло сделать. Мне казалось, мы не заслуживаем их преданности. Лично я понял масштабы нашего сообщества на чемпионате мира во втором сезоне. Я просто вошел туда, оглянулся, увидел везде наших фанатов. Плакаты, люди кричат, у них одежда с игровой символикой. И ты такой, как же это круто. Я считаю, что именно такие моменты подтолкнули нас еще плотнее работать с сообществом, создавать еще более клевые вещи. Видеть такую страсть к игре — награда за все труды. Игроки вытворяют с чемпионами такое, о чем ни мы, ни дизайнеры подумать не могли. Вместе с сообществом мы по-новому поняли нашу игру. Это то чувство, когда фанаты создают контент, от которого ты улыбаешься или хохочешь в голос. Игроки сами заставляют нас соответствовать их ожиданиям. Мы просто обязаны быть достойными. Иногда мы зарываемся в отдельные моменты, в разработку и теряем перспективу. А сообщество помогает нам трезво взглянуть на процесс. И тогда мы пытаемся осознать наши ошибки и стать лучше. Знаете, думаю, мы оба безгранично благодарны за это невероятное совместное путешествие. За все эти трогательные моменты, когда мы знакомились с игроками, когда мы видели их любовь к лиге, за то, насколько они ценят почти все, что делает рай. Игроки очень помогли нам вырасти. Нашу благодарность не выразишь никакими словами. Продолжение следует...